Обсуждали стандарты профессии, наверное, полтора-два года назад еще со Стасом, когда вся эта история была в самом, наверное, каком-то начальном состоянии. Наверное, уже год он длилась у Стаса, инициативная группа. Мы подключались к Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов к обсуждению и, конечно, выдавали свои какие-то рекомендации, свои советы, как мы это видим. То есть все это шло действительно, ну, по-моему, каждый, кто хотел, в свое время подключался к обсуждению стандартов в той или иной мере. И студии дизайна у нас подключались, и отдельные дизайнеры, и мы как ассоциация, я помню, мы даже делали Zoom, подключали несколько городов и обсуждали эти стандарты, ну, то есть отделение ассоциации, там, по-моему, Барнаул был у нас, и Омск подключался, ну, Новосибирск. Мы специально собирали даже аудиторию дизайнеров. Вот, поэтому я считаю, что та волна обсуждений, которая сейчас идет, и в разных сетях, возможно, да, первое, это от недопонимания вообще вопроса, и многие комментарии, особенно забавные комментарии из-под петиции, смысл их такой, я сама не читала, не вникала, но мне сказали, вот, или я где-то слышала, что это вот, это плохо, да. Понятно, что многие идут за лидерами мнений, есть определенные группы со своими настроениями, мнениями и прочее, ну, это действительно, ну, такова жизнь, да, так скажем, кто-то выражает мнение, а кто-то просто его поддерживает. Но я бы попросил всех, кто каким-либо образом хочет действительно по-настоящему вникнуть в эти стандарты, взять этот многостраничный, я не знаю даже сколько страниц там, боюсь сказать, вот этот документ и, ну, просто его прочитать. Прочитать, для чего они создаются, эти стандарты профессии. Ну, это же, в принципе, некая такая универсальная вещь, которая создается для всех или создана для многих, так скажем, профессий. Ну, и сегодня, коллеги, мы в очередной раз пригласили Станислава Орехова на нашу встречу для того, чтобы обсудить те вопросы, наболевшие, да, так скажем, по поводу стандарта. Возможно, кто-то сегодня подключился, тот, кто еще ничего не слышал, или кто еще не задавал вопросы, или не слышал ответы на эти вопросы. Ну, а если сегодня таких острых вопросов не будет, то мы, наверное, спросим у Стаса, какие же были заданы вопросы и как он на них отвечал. Я, в принципе, практически не все диалоги видел, да, вот прямые эфиры, а о некоторых тоже мне сказали, поэтому я ничего там про них не могу комментировать. Но я понимаю, что свой кусочек хайпа на этом словить хочет каждый. Вот. И тот, кто читал, и тот, кто не читал, и тот, кто просто подсоединился, дайте мне тоже немного половить хайпа. Вот. Но давайте будем справедливы. Все-таки к таким вопросам нужно подходить вдумчиво, нужно не догадываться, не строить какие-то там домыслы и прочее, нужно по возможности общаться с первыми лицами, кто участвовал в разработке, задавать непосредственные вопросы и получать ответы. Итак, коллеги, давайте таким образом, если будут вопросы по ходу нашей конференции, Zoom-конференции, вы пишите их, пожалуйста, в чате, и мы будем, ну, попросим Стаса на них ответить. Ну и пока, Стас, скажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела, так скажем, со стандартами, это первое, какие пункты попросили доработать, или они уже доработаны в Минтруда, в чем, собственно говоря, в чем, ну, не заминка, да, а что нужно доработать, есть какая-то информация? Да, привет, Андрей, спасибо, что пригласили, здорово, приветствую всех участников, кто собрался, это очень классно, очень важна эта часть у нас именно обсуждений. На данный момент у нас, мы подали заявку в Минтруда, то, что вы уже, конечно же, знаете, и получили от них комментарии по работу. На самом деле, комментарии касаются оформления, они на данном этапе не смотрят, что внутри, и я был вот недавно в Минтруда, они проводили открытую лекцию, нам скоро тоже пришлют запись, я оттуда некоторые вырезки дам, что конкретно представитель Минтруда, человек, который занимается именно с позиции государства, я позадавал на эфире некоторые вопросы, да, которые тоже мне позадавали, и она уже прокомментировала официально, да, то есть не то, что вот меня можно слушать, это вот официальная позиция тоже Минтруда. Я, как только у меня будет запись, я думаю, что смогу тоже прокомментировать. То есть на данный момент мы отправили, и они сказали одну из основных вещей, то, что, в принципе, я всегда тоже говорил, именно профессиональное сообщество должно и обязано проводить именно дискуссии и обсуждения. Все, что было раньше, я, ну, как Андрей сказал, спасибо, да, тоже, то есть он тоже не даст соврать, мы, как сказать, с 17-го года действительно писали, звонили, предлагали всем участвовать, естественно, да, естественно, мы не можем дотянуться до всех дизайнеров, кто-то дизайнер, допустим, год или два только, да, стандартов уже там 17-го года, 4 года назад они были, то есть мы всех физически не можем никак опросить. Для этого есть союзы, для этого есть школы, для этого есть другие мероприятия, какие проводятся, то есть так или иначе, ну, мы очень старались всех оповестить, но всех, к сожалению, не смогли. И я тут благодарен, собственно, вот этой движухе, это очень классно, то есть я абсолютно отлично отношусь к ребятам там, которые создавали в том числе петицию и все остальное, ну, как бы они поступили, как они поступили, на контакт мне пошли и сделали именно так, и это дало именно всеобъемлемующее обсуждение, и это очень хорошо, это то, что нужно, то есть это то, что мы сможем добавить. Я, как неоднократно говорил, документ, который мы делаем, он должен быть не имени меня, и вообще забудьте про меня, про мою фигуру, это для нас, для всех. Как вы считаете нужным, так мы и сделаем. Просто поймите одно, да, если вот я сейчас обращаюсь к тем, кто высказывает негативные какие-то комментарии, эти комментарии приняты не будут, будут приняты комментарии по факту, то есть просто вы не сможете никому их донести, вы не сможете прийти в Минтруда и сказать, там, вот я считаю, что дизайн – это творчество, поэтому нам стандарт не нужен, потому что они уже решили, что он нужен. Если он уж точно нужен, то сейчас самое время обсуждать, не нужен он или не нужен, а что туда внести нужно, чтобы было правильно. Вот именно на это я бы сделал упор, это именно правильно. Что касается того, что нам сейчас сказали, на данный момент у нас графические оформления, то есть там шрифты, запятые, ну то есть такая часть, они внутрь не смотрели или не лезли, и, соответственно, они просто по умолчанию отправили на доработку. Я этот момент, естественно, в принципе, я так и знал, я знал, что с первого раза сдать невозможно, это нормально, и та тема, которую я инициировал, в принципе, она была для этого и нужна, для того, чтобы общественность обратила внимание. Я не думал, что будет такой резонанс, и это очень классно, то есть это самый лучший, наверное, пиар-ход, хотя он так и не планировался, но который получился, это очень здорово. И подтверждение того, что это сейчас мы здесь, мы обсуждаем, будут еще обсуждения в Москве, лично и очно. Я проведу, я думаю, что для того, чтобы вообще все могли высказаться, абсолютно все, я проведу, скорее всего, 5 эфиров, каждый день буду проводить в 12 часов нон-стопом, просто каждый день в течение недели, например, и буду это записывать, для того, чтобы уже точно каждый человек, чтобы он потом говорил, я в отпуске, я не могу, я не знал. Нет, ты знал, ты мог, уже теперь ты точно мог узнать, вот самое важное. И каждый может там высказаться и сказать свое мнение. Дальше мы это все запишем, расшифруем, и подадим тоже вместе со стандартом, как общественное обсуждение. Самое прикольное, что общественное обсуждение в любом случае состоится, даже если вы просто подписали петицию и сказали, я не согласен, это тоже обсуждение, просто это мнение не учитывается, потому что оно неконструктивно. Самое важное, что факт есть обсуждение, поэтому тут как бы в любом случае все понимают, что пойдет. Ну вот примерно так, я готов ответить на все вопросы, я достаточно открыт, злоба ни на кого не держу, то есть я очень, очень, как бы, я за людей, короче, вот так. Как бы это странно ни казалось, если вы со мной не знакомы, если я вам лично не нравлюсь, ну тоже окей, это может быть, ну то есть все хорошо. Я постараюсь максимально корректно ответить на все вопросы, часто у меня это получается. Стас, спасибо большое, я рад, что ты идешь на диалог, действительно, и это очень здорово, и это правильно. Мы можем не нравиться кому угодно, да, но все-таки здесь нужно разговаривать без эмоций, без лишних, так скажем, субъективных мнений, надо говорить по существу. Ну, и скажи, пожалуйста, вот какие, какие из таких вот возражений самых ярких ты получал вот по поводу стандартов профессии? Можешь привести пару-тройку примеров, и как ты на них ответил? Слушай, по стандарту профессию по факту было только одно возражение, если я не ошибаюсь, я смогу ошибиться, это Юрий, по-моему, Демин, если не ошибаюсь, он нашел там действительно странную фразу, и я удивился, как она прошла. Что-то было связано, что взаимодействие системы вентиляции инженерного оборудования, вот что-то такое. Ну, то есть, да, я с этим абсолютно согласен, очень странно написано, ну, то есть, просто когда ты читаешь один и тот же документ по 10, 15, 20, 30 раз, у тебя глаз замыливается. И как раз-таки и нужно, чтобы вы внимательно посмотрели, что написано, и нашли какие-то там описки, косяки. То есть, вот это важно. Поэтому, Юрий, благодарность большая. Все остальное, оно было просто, ну, можно взять петицию и посмотреть, каждый аргумент, он вообще, ну, то есть, вообще не про что. Я даже не знаю, что-то комментировать. Если у тебя есть какой-то список, задавай, чтобы я не сам, как бы, задавал вопрос, на него отвечал, будет странно. Давайте в диалоге. То есть, у кого есть положительное, либо отрицательное мнение, выведем в эфир и посмотрим. По поводу вопросов, которые были в петиции, ну, действительно, там одни эмоции. Просто, что Орехов не нравится, что зачем нам стандарты, мы творческие люди, вот, и прочее. Я даже не хочу, ты сам наверняка почитал там ради интереса. Я могу ответить на все вопросы, если есть интерес. Есть, давайте, кто не согласен, мы можем пообщаться, тоже будет нормально. Ну, вот Валерий пишет, профессии нет, а стандарты написали. Где логика? Да, ну, для того, чтобы... Да, Валерий, во-первых, привет. Я Валерия знаю достаточно давно, у нас там часто с ним бывают диалоги, даже созванивались. То есть, классно, здорово. Здорово, что пришли, практически персонально пригласили. Валерий, профессии нет, конечно, мы для этого и работаем. То есть, сначала идет по... Если залезть в документы, это же не я придумал. То есть, вы как будто, как будто я это придумал. Нет, зайдите на Минтруда, зайдите в документы, которые уже есть, и там написано, что сначала идет стандарт профессиональный, на основе профессионального стандарта он отправляется во все вузы, и на основе его уже делает образовательный стандарт. И потом уже, соответственно, все остальное. То есть, первично это профессиональный стандарт. Поэтому сейчас все стандарты, вернее, все образовательные стандарты, которые в вузах есть, они как раз-таки основаны не на существующей профессии. И поэтому оттуда и проблема, что каждый вуз учит по-своему, и поэтому все очень разные дизайнеры выходят. Кто-то из колледжа, кто-то из вуза, кто-то с крутой профессиональным багажом, кто-то с минимальным, и потом у нас непонятно как работает. Мы с этим и боремся, собственно. Да, в начале года мы были в Омске и в одном из вузов общались с руководителями. И как раз вопрос-то и был в том, что у дизайнеров интерьера нет абсолютно, даже акведа нет. И поэтому они вынуждены набирать и учить дизайн интерьеров по акведам ландшафтного дизайна, дизайна одежды, к сожалению. Поэтому, конечно, профессии нет, но ее надо делать. Ее нужно официально вводить. Елена написала, было бы здорово, если бы из профессии брали людей без высшего образования. Как ты на это ответишь? Смотрите, было бы здорово, согласен. Да, наверное, это было бы важно. Надо понимать, если мы берем профессию, как она делится в стандарте. Давайте я, наверное, поясню, потому что не все погружались и не все поняли. Стандарт профессии – это как раз-таки тот документ, в котором отображаются, какие должности, навыки, знания должны быть у людей, которые выполняют какую-то функцию. Если мы говорим про должность дизайнера, целиком всю профессию возьмем, ну вот все 10 функций, то в дизайнере все эти 10 функций, если вы фрилансером, допустим, работаете сейчас, ну сами на себя, то у вас все эти 10 функций есть. Вы по-любому являетесь руководителем, по-любому комплектатором, дизайнером, чертежником, обменщиком. Все то, что написано, это все есть в вас. Это нормально. И естественно, для такого специалиста должно быть высшее образование и даже, ну, можно еще и больше профессиональные курсы, потому что общение с клиентом никто не отменял, юридические какие-то основы, с документами работы, там, ведение бухучета и так далее. Это все нужно, юридические тоже темы. Поэтому, конечно, да. Но, когда мы говорим, что у нас профессия начинает делиться на части, когда у нас организуется, допустим, либо компания, которая нанимает людей, либо это обучающие курсы какие-то, если учат только, допустим, визуализаторов, да, зачем мы, ну, то есть, или только обмерщиков, да, а это достаточно уровня техникума. Вот, соответственно, если мы в законе о высшем образовании, что это такое вообще, чтобы вы понимали, там есть составляющие, чем отличается высшего там от среднего или среднего специального. То есть надо в этом разбираться. Давайте я расскажу простым языком, чтобы было понятно. То есть если среднее образование, то вы умеете, ну, как бы школу, это всем все обязаны делать. Дальше среднее специальное вам дают профессию. Профессия требует каких-то действий достаточно, ну, как бы простых, без взаимодействия с клиентом, без постановки задачи и без того, чтобы нести ответственность за результат, как бы, этой задачи. То есть, по сути, вы являетесь хорошим сотрудником. То есть, там, техникум-повар, например, да, техникум, ну, определенной профессии, которая решает какие-то задачи, да. А высшее образование вы уже ведете проектную деятельность. То есть проектная деятельность – это, ну, диплом, допустим, когда вы пишете, это проектная деятельность. То есть задача высшего образования, чтобы вы сами могли инициировать проекты, уметь нанимать людей, уметь работать с подрядчиками, уметь работать с клиентом. То есть у вас просто уровень, как бы, подготовки больше, более высокий. И теперь давайте обратимся к нашей профессиональной стандарте дизайнера интерьеров. Если мы говорим про визуализатора, допустим, сам по себе он тоже может быть свыше, но и не обязан, потому что если он только делает картинки, либо фотограф, да, он просто, ну, как бы, делает именно то, что нужно. Потом вы берете этот результат его работы и согласовываетесь с клиентом. С клиентом он не общается, он делает свою часть работы. То же самое с обмерщиком, то же самое с чертежником, который чертит. Кто за это отвечает? Отвечает за это все ведущий дизайнер, ведущий специалист. Это специалист, который, естественно, с высшим образованием, естественно, с опытом, естественно, двигается вперед. То есть такая логика. Это логика, на которую нанизана вся структура. Она действует. То есть самое главное, что в стандарте ли действовала какая-то логика? Эта логика работает. Можем ли мы поставить всем выше? Вообще без вопросов. Но тогда у нас первое нарушится логика, и это не будет работать. Мы не можем поставить одинаковый уровень квалификации и руководителю компании, и обмерщику, или визуализатору. Это просто невозможно, это против логики. Там есть несколько уровней образования, которые тоже в законе образования прописаны, и там написано, кто какие функции по образованию может делать. То есть просто с этим надо ознакомиться. Есть номенкулатуры, которые нужно изучить для того, чтобы просто свои хотения и желания навести на документы. Поэтому я могу сколько угодно поддерживать то же самое, потому что хочется повысить, но, к сожалению, это нельзя. И еще в завершении, еще одно требование Минтруда было таким, что мы описываем ситуацию, как она на текущий момент. А на текущий момент существует много людей, которые учатся в колледжах по дизайну. И если мы уберем возможность им вообще быть дизайнером, то, во-первых, мы просто, не знаю, тысячи людей просто оставим без работы вообще и без шанса войти в профессию. Сейчас люди, которые прошли колледж, они закончили среднее образование, и они могут устроиться на работу, чтобы стать ведущим, к ведущему и поработать с ним, допустим, один-два проекта. Таким образом, они смогут уже стать ведущим, считаться. Либо люди, которые были юристом, бухгалтером, экономистом из другой профессии. У них уже есть необходимый навык для высшего образования. Не навыки, а уровень компетенции и квалификации. То есть они уже головой готовы. У них нет технических. То есть у них нет технической составляющей по тому, допустим, как делать чертежи, какие там есть особенности в перепланировках, стилевые особенности, художественные особенности. Он может пойти на курсы доп. образования, на годовые, двухгодовые, какие хотите, шестимесячные, сколько нужно, и стать занять какую-то должность, потому что по квалификации он подходит. Извините, что если я как-то так, может быть, не очень быстро и конкретно отвечаю, но насколько смог. Сложная тема, чтобы это ответить и понять, почему так, нужно разобраться в большой пачке документов. Но, к сожалению, просто не все это могут сделать. Вот я сейчас озвучиваю то, что в документах. Если вы мне не верите, вы можете сами пройти и проверить. На Минтруда там все есть списки документов, на которые мы руководствовались. Стас, скажи вопрос. После стандартов можно и на АКВЭТ рассчитывать? Вот это я не знаю. Наверное, да, скорее всего. Я туда не углублялся. У меня задача только конкретная, работать по стандарту. И больше я не знаю. Я, честно говоря, то, что дальше, пока не занимался. Наверное, да. Это ты мне больше сказал. Спасибо за ответство. Сборемся все по одиночке. Очень много самозванцев. Кто может протестировать отдельно взятого художника? Ну, видимо, такой философский вопрос. Татьяна пишет. Ерунда. Что значит убрать? Человек умеет, талантливый, работает. Зачем убирать? Ну, это, наверное, к комментариям по поводу высшего образования. Но понятно, что сейчас в профессии много людей, которые зашли в эту профессию без профильного. Опять-таки вопрос, а какого профильного? Архитектор – это дизайнер или строитель – это дизайнер? Или кто художник – это дизайнер? Нету профильного. Кто вот сейчас работает в сфере дизайна? Дизайн интерьера, дизайн среды, допустим. Вот сейчас пишут дизайн среды. И это включает и архитектуру, допустим, и ландшафтный может быть дизайн с уклоном, и дизайн интерьера там есть. Но это общая квалификация под всех остальных. Мы же, за что сейчас говорим? Мы считаем, что именно дизайн интерьера – это не часть чего-то большого дизайна, или не часть архитектуры, кто же тут писал. Все же давно придумано, это часть архитектуры. Нет. Архитектура все-таки это отдельно. Дизайн среды – это отдельно, это все вместе. А есть дизайн конкретно интерьера. Вот такой профессии нет. А людей работающих, тысячи, десятки тысяч работающих в этой профессии. И поэтому они все обучаются в разных вузах, и везде в разных вузах ставят дизайн среды. Ну, вот это неправильно. Станислав, привет. Хочу прям пару минут украсть. Всем привет, коллеги. Я Анна Симонова, руководитель Русской академии дизайна. Стас, рада, что ты собрал людей. Действительно, есть такая проблема. Есть такая проблема, и она… Меня слышно? Да, да. Отлично. Есть проблема в том, что действительно из-за отсутствия стандартов каждый, кто во что гораст, и видит это больше всего. К сожалению, не дизайнеры, которые работают, а как раз-таки школы, вузы, академии и так далее. То есть те, кто напрямую соприкасаются с дизайнерами и повышают их квалификацию. Потому что те, кто приходят к нам, мы видим, в каком состоянии их работа, в каком состоянии их чертежи, в каком состоянии они работают. И действительно, кому-то проще то, что они делают, то, что они хотят. Но в целом это создает проблему на рынке, потому что никто не понимает, как эту услугу правильно оказывать, никто не понимает, как эту услугу правильно спрашивать. И в целом я за стандарты. Более того, в целом мы последние три года в Академии как раз создавали собственные стандарты внутри образовательного учреждения для того, чтобы обучать по собственным стандартам. Но опираться на стандарт профессии очень нужно. У меня к тебе вопрос. Когда вы создавали стандарт, кого вы приглашали для разработки из очень больших профессионалов? Потому что все-таки даже я не решаюсь, при том, что я давно в профессии и в Академии преподают одни из лучших архитекторов и дизайнеров не только из России, но и из мира, не решаюсь, скажем так, единогласно принять и подать этот стандарт. Более того, я считаю, что все-таки мы должны привлекать действительно людей, профессионалов, ну скажем так, кто действительно на рынке показал себя как большой профессионал. Вот кого из них ты привлекал, кого ты приглашал и что они тебе ответили? Ну, во-первых, надо понять, кого ты имеешь в виду под большим профессионалом, то есть где она? Олег Клоуд. Олег Клоуд. Так, нет, сейчас, подожди. Я сейчас хочу как бы системно подойти к вопросу. Не конкретно вот приглашал ли я Олега Клоуда? То есть есть где-то грань, где является большой профессионал, а где нет? Слушай, для меня есть топовое бюро. Я знаю их систему работы, они в основном все преподают в Академии. Я вижу, как они преподают, в том числе, как они работают, это самое главное. Та же Марина Путевская, те же люди, которые действительно ни 5, ни 10 лет в профессии. Они сформировали действительно топовое бюро, и я считаю, что их уровень работы действительно на сегодняшний день самый высокий. То есть достаточно посмотреть рабочую документацию в бюро Олега, да, или посмотреть разработку ту, которую делает Марина и многие другие профессионалы. Вот их приглашали, потому что я считаю, что все-таки именно они формируют вот этот максимальный уровень стандартов. А ничего, что я как бы сейчас очерчу, я просто сейчас на этом примере покажу как раз-таки, почему как бы сложно профессионалам сделать стандарт. Нормально? Чуть-чуть позадаю вопросы и потом отвечу на него. Я знаю, куда ты сейчас ведешь эту тему, меня интересует следующее. Ну давай тогда доведем, потому что вопрос ты не сформулировала сейчас. Ты мне сначала ответь, приглашали ли кого-то из этих людей, вот из этих бюро. Марину Путелковскую и Олега Клода конкретно. Я тебе что, ты не знаешь коллег по цеху, если уж ты работаешь, давай так в этой сфере. Ты не знаешь, что у нас действительно лучшее бюро? Смотри, у тебя вопрос то, что ты задаешь, он правильный, классный, интересный, у меня на него ответ есть. Мне не надо оценку моего вопроса, я не прошу тебя аналитику моего вопроса, я знаю, о чем я спрашиваю. Ты мне скажи прямым ответом, кого ты из топовых бюро приглашал для разработки или по крайней мере консультации над этим стандартом. Вот это меня интересует. Смотри, чтобы ответить тебе на этот вопрос, справедливо, что я должен понимать, кого ты считаешь топовым, а кого нет. То есть я уточняющий вопрос тебе завел. Это справедливый вопрос? Я тебе вот примеры привела, тебе нужно еще примеры, я могу тебе еще примеры привести. Нет, не нужно, смотри. Ты привела два примера конкретно, это Марина Путелковская и Олег Клод, правильно? И еще пример Борис Убаревич, тоже я считаю, что достаточно большой. В Санкт-Петербурге есть прекрасное бюро Константина Новикова, есть прекрасные, у нас очень много талантливых, очень профессиональных архитекторов и дизайнеров. Кого из них? Да, может быть и Сибирская ассоциация, у них тоже есть свои профессионалы. Кого из них приглашали как фокус-группа, потому что любой стандарт, разработка стандарта основывается на определенной фокус-группе, которая принимает в этом участие. А дальше уже группа, которая разрабатывает дальше в стандарты, вводит его, она его дорабатывает, приводит в тот формат, который нужен Министерству труда и так далее. Кого из них приглашали в эту фокус-группу? Отлично, супер. Я пытаюсь имена конкретные, вот эти двух, которые сейчас расширились до пяти, их можно расширить до 125 или до 200. Я сейчас пытаюсь, чтобы ответить на вопрос, привести под единую какую-то квалификацию. И ты, в принципе, сказала, что это за квалификация. У кого, то, что я услышал, объединяющая их тему, у кого опыт больше пяти-десяти лет, поэтому... Образование. Да. Образование, все они обладают, собственно, научным образованием. Ну, не образование, а как бы практики, более пятидесяти лет. Правильно? Стас, ты прекрасно понял мой вопрос. Давай не будем уходить в демагогию и вот эту болтологию. Я задаю тебе конкретный вопрос. Он связан с тем, что есть профессионалы на рынке. Слушай, я понял вопрос. Эти профессионалы обладают, еще раз конкретизирую, определенным образованием, определенным опытом и определенным результатом. Определи их, пожалуйста, образование, опыт и результат. Тогда я тебе могу ответить. Ты сейчас меня спрашиваешь, а вот кого из красивых людей ты приглашал? Давай определим стандарт красоты. Почему у красивых людей? Ну, потому что примерно то же самое. Что-что? Потому что примерно сейчас диалог идет в таком же варианте. Нет, он очень конструктивный. Ну, хорошо. Ты разрабатываешь стандарты, подаешь их в Министерство труда. Да, я тебя спрашиваю, причем, что я имею профильное образование по разработке стандартов. Я тебя спрашиваю, кого ты приглашал в фокус-группу из профессионалов? Мы сейчас получили вот такой хайп. Я тебе говорю, я понял. Вот эту энергию, которая обсуждает стандарты. Я тебя спрашиваю, ты этих людей приглашал? Смотри, у тебя в вопросе заключен вопрос из профессионалов, из экспертов. Я хочу очертить, чтобы ты сказал, да, у кого опыт 5-15 лет, все, мне этого достаточно. Ты приводишь сейчас конкретно одного, двух, пяти людей. Понимаешь, в чем, ну, как бы мой вопрос заключается вот в чем. Скажи, что, кого ты привлекал из профессионалов. Смотри, как правильно задать вопрос? Коллеги, Стас, подожди. Как бы я задал вопрос? Подожди, Андрей, подожди, подожди. Это очень важный момент. У тебя в стандартах, у тебя в стандартах, там пояснительные записки, по-моему, весь перечень всех вопросов и ответов. Нет, там нет этого. Вопрос очень правильный, очень классный. Я хочу просто сейчас на этом супер примере, это отлично, спасибо тебе большое за этот пример. Я хочу показать, почему сложно людям разработать стандарт, которые не понимают, как системная работа работает. Я сейчас показываю системную работу и как она должна совершаться. Не системно говорить, а вот ты того пригласил или вот этого. И вот конкретно называть свои 5 фамилий или 10 или 125. Системно... Стас, давай так, нет, теперь я тебе перейду. Нет, давай я отвечу, я отвечу сейчас, а потом ты скажешь. Обратную конструктивную связь. Ты пытаешься мне объяснить, что я тебе правильно задала вопрос. Ну хорошо, мы сейчас можем... И люди, которые сейчас слушают, это понимают. Хорошо, мое мнение, что неправильно. Я хочу объяснить. Ты мне хочешь, чтобы послушать объяснение. Ты мне ответь прямо на вопрос, приглашал или нет. Кого? Пусть даже этих 5 человек. А ты мне ответь на вопрос, кого? 5 человек? Из этих 5 конкретно я персонально их не приглашал. Но вопрос... Кого приглашал? Давай так, кого приглашал? Давай разберемся с этим вопросом, потому что я все-таки хочу на этом проверить. Кого приглашал? Ответь мне на 2 прямых вопроса. Мне нет времени на демагогию. Смотри, мне тогда отключайся. Мы сейчас не на допросе. Давай с этого начнем. Согласна? Ты разработчик стандартов. Да, но мы сейчас не на допросе. Ты приглашал людей, чтобы они тебе задали вопросы, на которые ты, как разработчик, должен ответить. Абсолютно точно. Имею ли я право уточнить вопросы, если я его не понял? Потому что нам по этим стандартам, лично мне, потом Академии, разрабатывать стандарты образовательные. И я прекрасно понимаю, что такое образовательные стандарты, основанные на стандарте профессии. Андрей, мы можем отключить спикера на короткое время? Я объясню свою позицию, а потом вернем ее назад. Потому что сейчас, когда я ее объясняю... Ну, какая это односторонний диалог, ребята. Аня, дайте время Станиславу, пожалуйста. Платформа для Станислава Орехова, где он будет показывать, как он молодец. Это не диалог, Стас. Это не диалог. Хорошо, я сейчас... Я сейчас скажу, кого ты приглашал? Кого? Как вы хотите, чтобы я сейчас ввел дискуссию? Если человек, который... Ну, то есть я отвечаю на вопрос, веду дискуссию и меня перебивают. То есть как я могу отвечать? Нет, ты не отвечаешь на вопрос. В том-то и дело. Давайте по очереди. Я к организаторам обращаюсь, Андрей. Давайте по очереди. Потому что если это будет... То есть мне не нравится ответ на мой вопрос или мне не нравится уточнение, окей, не нравится. Но это ни к чему не приведет. Мы сейчас будем в манипуляциях играть и вы будем тратить час. Я... Ну, мне тоже смысла этого нет. Зачем? Зачем? Отключи, пожалуйста, Аню на секунду. Я сейчас отвечу и... Я выключаю звук, ребята. Да, да, выключи, пожалуйста. Ты можешь потом продолжить. Я сейчас просто объясню. В принципе, мы говорим об одном и том же. Проблем тут нет. Я хочу показать очень простой пример. Кого из профессионалов? Мы с этого начинаем спорить всегда. Кто является профессионалом, кто не является профессионалом? Я спросил Аню очень простой момент. Кто является профессионалом? То есть она сказала два человека, потом пять человек, потом 125. Допустим, мы могли сейчас все вспоминать талантливых ребят и вспомнили бы их. Но это не системно. Мы не можем именно по людям конкретным что-то решать. Давайте им квалификацию. Мы должны дать квалификацию очень просто. Пять-десять лет опыта. Так пять или десять, следующий будет вопрос. Десять, окей. У кого пять, десять лет опыта и, допустим, десять выполненных профессий, вернее, этих проектов. Мы считаем, давайте говорим, что это профессионалы. И тогда, Стас, ты бы мне сказала, что типа вот кого из людей именно таких ты приглашал? И туда уже входит и Клод, и Бутилковская, и еще 200 человек. И тогда бы сказал, окей, вопрос понятен, классно, супер. И тогда бы я ответил. Вот теперь я могу либо ответить на вопрос, если мы очертили такой список, либо там Аня что-то еще, допустим, скажет. А сейчас, перед тем, как я передам микрофон Ане, ну дальше для того, чтобы продолжить обсуждение, я с удовольствием отвечу на вопрос. Я хочу показать, что как раз-таки, почему не получается у топовых дизайнеров, которые там в Академии сделали много проектов и так далее. Потому что очень сложно с частного перескочить на общее. А я это могу, у меня в голове это зашито. То есть я эти вещи вижу, и я именно поэтому именно сделал такой стандарт и предлагаю его обсудить. И чтобы с ним работать правильно, вы должны тоже понимать, что недостаточно назвать чего-то, кого-то, который у меня или мне кажется кто-то опытный, и сказать, что это распространяется на всех. Нет, так не работает. Это против логики. Учебник логики. Понятно, я не знаю, объяснил, нет? Ответить на вопрос могу, могу хоть сейчас, могу о нем вывести опять в эфир. Ань, люди, комментарии писать, давай мы на них тоже ориентируемся. Ань, без обид, просто ты поняла, что я хотел спросить именно и сказать? Нет, абсолютно без обид, я тебе спокойно говорю. Смотри, комментарии людей, типа, кто определяет топов? Абсолютно тоже, кстати, справедливый вопрос и правильный. На самом деле, если говорить о разработке стандарта, то я согласна, что мы не должны привлекать только топов. То есть фокус-группы при разработке стандартов, по крайней мере, я знаю, как разрабатываются стандарты в машиностроении, по крайней мере, там разработка идет на разных фокус-группах. То есть мы понимаем, что мы можем пригласить топов, которых мы считаем топами, мы можем пригласить фокус-группы людей, которые просто заинтересованы и проявляют активность в разработке стандарта. И на формировании вот этого всего делается единый стандарт. Потому что то, что ты сейчас сказал, у меня это в моей голове, я знаю как лучше другим. На самом деле, ну давай так, любой, кто, не знаю, руководит студией или руководит образовательным учреждением, они тоже скажут, я знаю как лучше, я знаю как лучше, потому что я с этим каждый день соприкасаюсь. И у каждого будет достаточно свое узкое мнение. А задача стандарта как раз стать таким, чтобы людям, которые по сути все будут вынуждены по нему работать, чтобы он действительно не нарушал ни их права, ни их компетенции. Более того, действительно формализировал какой-то подход. Например, лично мне очень больно смотреть на чертежи дизайнеров разных. Иногда они просто бывают зимние разноцветные, а бывают черно-белые. Иногда бывают с выносками, а бывают без выносок. Иногда забывают даже экспликацию поставить. Я это понимаю. И на самом деле это создает большую проблему для подрядчиков, которые вынуждены по этим чертежам потом работать. В этом я согласна. Но все-таки, особенно зона создания концепции, правильно то, что Марина подняла, что, блин, ребята, мы творческие люди, мы все-таки хотим создавать в определенном творческом контексте вот это. И есть определенный подход у каждой студии. И, может быть, было смысл, я тебя поэтому и спросила про это, не в состоянии тебя в чем-то упрекнуть, а сказать, что что происходило, я упустила этот момент. Если вы звали этих людей, они сказали, нам некогда или мы не хотим, нам неинтересно, это одна история. Да, когда профсообщество оказывается в стороне от этого, а потом кто-то это разрабатывает, действительно кажется, блин, а что же нас не позвали? То есть звал ли ты этих людей? Звал ли ты людей, скажем там, других, в другие фокус-группы? Происходило ли это? Как ты его разрабатывал? Мне вот этот процесс интересен. И дальше ты уже можешь сказать мне, я решил, что моя фокус-группа – это вот эти люди. Тогда кто эти люди? Если ты единоличный, я не думаю, что ты единолично это делаешь, это очень тяжело. Наверняка я все-таки звал кого-то. Вот кого звал? Звал ли ты руководителей школ? Звал ли ты руководителей, там, не знаю, людей, которые занимаются разработками стандартов? Что делалось для того, чтобы это разработать? Вот и все. Отлично. Все, на этот вопрос я могу ответить. Перед тем, как отвечу, еще пару комментариев по тому, что услышал. Смотри, ну и вообще всем тоже это будет полезно. Первое, по стандарту профессию не надо работать. Это не рабочий документ, по которому работают другие люди. Это стандарт, в котором отмечен уровень знаний, навыков, квалификаций и опыта. Вот, все. Как это использовать? Это может быть использовано и в обучающих программах, и для работодателями. То есть использовать этот документ можно разными способами. То есть это первая самая важная часть, это не инструкция должностная или не документ, по которому надо работать. Это первое. Второе. Очень тоже частый комментарий, который был связан с чертежами и с качеством чертежей. Стандарт профессии ни в коем случае качество не регулирует. Это действительно дело каждой организации свое. Какой ты продал по качеству продукт, хороший, плохой своему клиенту, ты так его и делаешь. Как ты продал себя работодателю, ты так и делаешь. То есть это второй момент. Это не в стандарте профессии. Так, дальше. По поводу, кого я звал и как я звал. Абсолютно согласен, что именно должны разные люди, разные темы, слои общества. И разные фрилансеры, и большие студии, и опытные, и неопытные, все должны его обсуждать. Да, теперь как было сделано. Вот это вопрос, ну, кстати, правильно, вопрос, как ты звал. Вот такой вопрос, окей. А не звал ли ты экспертов конкретных. Вот я как бы почему стал говорить это. Кого и как я звал. Давайте я расскажу. Это очень интересная история, потому что когда я... Давайте я просто расскажу базовую историю, откуда я это узнал. Ко мне обратился специалист, который разрабатывал стандарт профессии малых архитектурных форм. И сказал, слушай, Станислав, вы как бы, у вас компания, можете дать лицензию. То есть, ну, на наш стандарт. Я посмотрел сначала, такой подумал, о, что-то интересное. Позвонил ему, говорю, а что ты вообще делаешь, что это такое за стандарт? Он говорит, ну, вообще вот есть такая тема, мы можем вне труда разработать. У них там есть там заказ или что-то, мы сейчас работаем над этой темой. Покомментируйте, пожалуйста. Во-первых, я всегда отношусь к таким инициативам с положительной стороны. Я истратил полдня, посидел, прокомментировал. Понял, что там у них очень тяжело с логикой внутренней части. Я им посоветовал, сделал. И отправил. И забыл. Через примерно там 2-3 недели я понял, что почему бы нам то же самое не сделать. Я зашел на метру, да. Захожу, смотрю, есть ли у них как бы задача, есть ли у нас вообще стандарт профессии дизайнер интерьера. Я вообще даже не знал, есть ли он, нет, я туда не лез. Смотрю, нет ничего. Позвонил, написал, пришел, говорю, ребята, тема актуальна? Она говорит, да. Можно сделать? Имеет смысл? Да. Спросил, как делать? Они мне дали регламент. Окей. Дальше. Я обратился сразу же к Светлане Котлуковой, агентство Art Dialogue. Это первое. Второе. У меня есть своя база. Мы на этом рынке ведем дизайн-конференцию более 10 лет. У меня в базе более 20 тысяч человек. Плюс мы приглашали. И Клода приглашали. И, ну, давайте так, у меня было 100 топовых дизайнеров-архитекторов. Они тоже все меня знают. Они выступали у меня на дизайн-конференции. Вот. Соответственно, у меня есть контакты. И я взял, и я лично прозвонил всем, всем абсолютно союзам. У меня присылал помощницу найти около 10, по-моему, было около 10 союзов и организаций на момент 2017 года. Каждому я им позвонил. Я завел ежедневник, и я каждый день тупо им звонил. Давайте, ребята, давайте смотреть, давайте делать. Вот. И по школам тоже самое делал, по всем дизайн-школам. И ответили мне одна или две школы. Я сейчас точно не буду говорить, кто это. Я название, к сожалению, не помню. Но были лицензии. Они у меня есть. И ответила, вот Сибирская ассоциация, вот ответила с Андреем, то, что те, кто подключились реально и работали. И один был колледж. Тоже не помню название, но у меня все записано. И я сам на протяжении нескольких недель звонил. Примерно такая была ситуация. Здравствуйте, Станислав. Мы разрабатываем стандарт-профессии. Вы очень классная школа. Дайте, пожалуйста, нам обратную связь. Вы хотите участвовать в разработке? Ну, типа, мы сделали, и мы хотим сейчас получить комментарии. Хотите поучаствовать? Во-первых, сначала поучаствовать никто не хотел. Ну, то есть, потому что, что вы делаете, непонятно. Из архдиалога, который было собрано людей на первую презентацию, пришло 100 человек. Когда понял, что надо работать, что во всем этом разбираться в документах, юридических основах, осталось 7 человек. Вот как бы кто остался, тем мы и работаем. Более того, в Министерство труда даже так и есть. Там мы берем небольшую группу, потому что если будет 100 человек или там 30 человек, это будет балаган. То есть там как бы небольшими группами мы делаем. И дальше инициативная группа делает первую вот эту версию, дальше отправляет все это дело всем, всем сообществам. Мы делали много-много раз рассылки, приглашали лично разных. Я лично звонил, поэтому нельзя сказать, меня нельзя точно упрекнуть, что я не звонил. Персонально по Тилковской, Клоду и там кого-нибудь, что там, Балашова, я не звонил. Хотя Балашова, по-моему, я говорил, потому что мы с ней выступали на одной сцене. Если я не ошибаюсь, там, Диана, если я, это самое, я не помню, говорил тебе или нет. В общем, я, с кем я лично пересекался, я много лично говорил. Все говорили, да-да-да, присылай. Я присылал, но потом ни у кого нет времени, естественно. Вот, поэтому в этом меня упрекнуть точно нельзя. И более того, у меня есть все почты, логи и все остальное. Поэтому тут никто не может сказать, что типа я кому-то что-то не сказал. Всех приглашал, много раз, лично звонил. Ну, как бы, ни один человек мне не может сказать. В некоторых школах мне вообще сказали, слушайте, нам это неинтересно. Мы обучаем людей, мы тут деньги зарабатываем. Я сейчас не буду даже говорить, кто это. Но факт такой был. Окей, понятно. Еще один товарищ был, который тоже там союз архитекторов. Я сначала ему звонил, а потом мне перестал просто труп убрать. Все. Ну, как вот, как? Стас, да никак. Надо просто делать. Я так и подумал, да. Ну и фиг, с вами сделаю сам. История, а как, если будешь сидеть и ждать кого-то, то можно так до старости прождать. Я тебя прекрасно понимаю, поэтому… Любой организатор чего-либо меня поймет. Да, да, да. Если кого-то ждать, понятно, что времени, ну нет, времени нет. Да, трудно уделить время, тем более, когда какие-то там стандарты, зачем. У меня все замечательно, я работаю, как хочу. И все, люди так продолжают работать, и им не до этого. Но если у тебя есть такая идея, и ты загорелся, и хочешь еще реализовать, то почему нет? Понятно, что потом, когда это уже происходит, когда механизм закручен, и его уже не остановить, понятно, что всплывает целая волна разных вопросов, недовольств, недопониманий. И кто-то даже и не вспомнит, что им предлагали тоже поучаствовать в этой процедуре. Ну, такова жизнь, как бы это… Да все все помнят. Ну, как не помнят? Я помню, даже с кем я лично разговаривал, я даже помню эти звонки, которые были 4 года назад. Я их все помню. Я помню, что мне сказали даже дословно. Ну, просто зачем это? Конечно, они все помнят. Я не помню в случае. Сейчас я прокомментирую, чтобы закрыть этот момент, вот этот момент закрыть. Самое главное, у меня ни капли нет как бы негатива в этой сторону. И я очень людей понимаю, абсолютно точно. И более того, прямо сейчас можно, стандарт не в министерство туда, он не принимается, он на обсуждение. Прямо сейчас любой желающий, любой союз, любое сообщество, любой профессионал с 5, 10, с 20 летним опытом, без опыта может скачать, посмотреть, дать свое заключение, сказать, я согласен. Или орехов, позор, не согласен. Сделайте это. Все, сейчас можно это сделать. Конкретно. Вот сейчас. Ну, класс, я как раз именно это и хотела у тебя спросить. К нам ты не звонил, мне тем более, в общем-то. А у тебя была в 2007 ассоциация дизайнеров? У меня не было ассоциаций, мы академия. Я зашел в интернет, но я зашел в интернет, набрал все ассоциации дизайнеров. То есть, откуда я мог тебе узнать? Нет, смотри, давай так, коль уж мы здесь собрались и тратим на это время. Я бы хотела с Академией, со своим составом, в том числе с экспертами, посмотреть это. Более того, я так понимаю, по вот той ссылке, которая опубликована, да, если можно продублировать. Только не в петиции она. В петиции, давайте про петицию скажу, там ссылка на сам стандарт. Стандарт это не само вот этот документ. Там есть описание, поистинительная записка. Мы как можем. Ты можешь мне его, вы как-то, рассылка, можно его на почту Академии прислать, например. Я могу тебе просто в личку написать, и вы мне пришлете, чтобы я получила первоисточник. Смотри, смотри, раз уж мы с тобой сейчас говорим, да, тебе лично, да. Я просто не хотел бы, чтобы это было, типа, каждый, чтобы мне в директ присылал, там, пришлите мне ссылку. Слушай, ну я не от лица, а не Симонова, я говорю, как бы, от целого, целой организации. Тебе я пришлю, да, организации вашей. Пожалуйста. Мы с удовольствием, давай так. Я объясню стратегию, как получить. Вы можете зайти. Да, прямо сейчас. С удовольствием посмотрим, мне просто надо бежать. С удовольствием посмотрим. Отлично. С удовольствием дадим свои комментарии. Супер. Более того, у нас тоже есть на что опереться. Если он сейчас на доработке, это прекрасно. Мы можем сейчас действительно вместе посодействовать. Да. Вот. И, конечно же, обозначь тогда, просто напиши мне дедлайн. Типа, Аня, до такого мы вот должны там все это утвердить и посмотреть. Потому что, ну, иначе ты сам понимаешь, я на самом деле очень хорошо тебя понимаю. Понимаю, потому что действительно, когда даже я запускала Академию три года назад, все такие, да ладно, что там образование, кому это надо и так далее. У нас и так все хорошо на рынке, мы и так все классные. А потом первый набор, третий, когда уже там три тысячи отточилось, ты смотришь, думаешь, что, ребята, на рынке еще далеко все не классно. И действительно, есть куда расти. Давайте так. Конечно. Поэтому я за то, чтобы это посмотреть, дать вам комментарии. Напиши мне дедлайн, когда вы планируете исправленную версию подавать. Вон нас смотрят, смотри, целыми коллективами в машине едут. Отлично. Прямо на рост. Вот. Ребята, я за, знаете, за что? Я за позитив. Я за то, чтобы мы не тратили время на какие-то негативные истории. Время тратить на то, чтобы действительно был хороший, классный порядок, и при этом люди работали в кайфе, в удовольствие. Все, супер. Прямо целую, обнимаю, молодец. Очень классно. Присылаю тебе личное. На связи, давайте. Пришли, я тебе сейчас в директ пришлю свою личную почту. Пришли, пожалуйста. Вернее, Академия. Все, ребят, спасибо. Хорошего дня всем. Спасибо. Буквально маленький коммент. Смотрите, где взять стандарт. Потому что то, что в петиции в остальных местах, там не полный стандарт. Потому что люди скачивают, не понимают, что это такое. Вы должны читать еще и пояснительную записку. То есть вы сначала читаете пояснительную записку, и потом читаете стандарт. Это два PDF-ки. Две PDF-ки. Вот что самое важное. То есть у вас не полная информация сейчас, если вы смотрели только петицию. Стас, ты нам скидывал документы, ты мне скидывал. Я говорил, что мы обсудим их на нашей Zoom-конференции создаваемого Союза дизайнеров интерьера России. У нас на тот момент подключалось более 40 регионов к этому обсуждению. Те документы, которые ты мне скидывал, я отправлял в чат. Все, в принципе, все регионы читали. Были комментарии, и на одной из Zoom-конференций с тобой тебе задавали вопросы. Ну вот Александр присутствует сейчас у нас на конференции. У него были вопросы, да, и он получил на них ответы. И я сейчас знаю, что я сам вижу, когда в чатах что-то пишут, вот такое оторванное от реальности, там Александр порой пишет, «Ребят, слушайте, у меня тоже были вопросы, я задал, получил на них ответы, вопросов нет, все». Ну то есть действительно должен был быть диалог. И я так тебе скажу, ну прям по опыту жизни вангую, что никаких дополнений тебе никто не будет присылать. Вот, это все сейчас из-за разряда, я не про Анну говорю сейчас, да, то, что Анна сказала, пришлите это, а вообще, да, то есть люди, которые говорят, давайте, давайте, мы будем что-то там обсуждать, рассуждать, на самом деле они просто это говорят. В принципе… Андрей, а можно вот к этому моменту дополнить чуть-чуть? Смотри, на самом деле многие люди, вот ты говоришь, там кто-то там не будут, на самом деле, когда я просил вот эти вот страдания, то, что я рассказывал, дайте комментарии, было очень много людей, которые комментарии дали, и я их учел, то есть мы рабочие группы их рассмотрели, я их писал. Я несомненно, несомненно. И от вас тоже было, вот, от вас тоже было очень много. На этапе создания, когда этот проект создавался, да, стандарт, конечно, многие участвовали, я сам видел пояснительную записку, и там реально сотни, сотни, наверное, было контактов, которые обсуждали этот стандарт, несомненно. Я говорю, что сейчас, на этом этапе, когда стандарт откликован, у тебя он просто выверен, там, да, до слов, ну, вот какие-то там словосочетания, может быть, одно попалось такое, режущее слух и логику, но сейчас, на этом этапе, когда к стандарту невозможно придраться с точки зрения логики, трудно дать какой-то комментарий, это первое. Второе, да, это и людям, тем, которые критикуют, делать незачем. Они просто не знают, что там сказать, они просто, как баба-яга против, да, лишь бы что-то покритиковать, повозмущаться. Ну, такие люди у нас, и это везде, это не только с твоим стандартом, это и с созданием, там, и ассоциации, сейчас и союза, и... Ну, ладно, давай негатива не будем. Люди нормальные, все классные, всех любим в любом случае. Просто я думаю, что это происходит от негодования и непонимания немножечко. Все нормально, мы всех любим, все классно. Да, 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 просто нужно принять, нужно довериться. И я не знаю, я с большим уважением отношусь к твоему труду, к твоему творчеству, поэтому я тебе доверяю, мы с тобой лично, мы там хорошо знакомы, да, и общаемся, поэтому, ну, я тебя ближе, может быть, знаю, чем многие. Ну, у меня к тебе большая степень доверия, поэтому то, что ты делаешь, абсолютно меня не вызывает вопросов. И... А, вот Русана пишет, переписывалась с одним дизайнером, который выложил петицию у себя, она отказалась прийти сегодня на обсуждение, вот и все. Давайте еще, кто недоволен, давайте послушаем, только аргументированно. Ну, то есть, если аргументированно, мы только за. То есть, я за любую, как бы, ну, можно говорить, что какие мы молодцы, но мне больше нравится, когда, где мы не молодцы, потому что какой я молодец, я и так знаю, поругайте меня. Так, Стас, сейчас тебе что-нибудь напишут. Ну, нет. Да, я думаю, здесь... Голосово можно без видео? О, Валерий, привет, да, конечно. Да, всех приветствую. Приветствую. Решил строить свои три копейки, потому что много лет наблюдаю за всем происходящим, знаю о закулисье не понаслышке, могу аргументировать и обосновать любой вопрос по теме. Есть чем, как у хирурга, огромное кладбище недоразумений. Поэтому готов поделиться. Что касается световых решений, много лет иду по целине и наблюдаю, что в этой теме все плохо. Не раз пересекались со Стасом, я предлагал внести какие-то корректировки, рассмотреть реальные примеры, но что-то у нас пошло не так. Сейчас мне очень интересно, важно, и я с огромным уважением сейчас отношусь к тому, что вычеркните слово «хайп» вообще, ни разу мне он не нужен. Я критик злостный, уже много лет по теме световых решений, потому что есть своя разработка, не хочу рекламироваться, Стас знает, что у нас есть собственная методика, которая, прошу прощения, на водички попила, которая имеет, кстати, вопрос какой-то тоже. И алгоритм, основанный на многих программах. Когда-то нам говорили, что у вас там старая школа, но все старые школы... Валерий, вы за или против? Давайте по стандарту. За или против? Ну, я скорее за, только не в том, почему написал там, не в том виде, да? Идея хорошая, она напоминает анекдот, как скрестить арбузную косточку с мухой. Пил арбуз, разрезал, мухи улетели. Всем приятно. Идея замечательная, но пока не реализуемая. Чтобы там не выдумывали в Минтруде, там должны заниматься компетентные люди. Что происходит с деградацией на протяжении последних 20 лет по всем фронтам с нашим... Мы уже знаем. Стандарты... А что вы предлагаете? Что вы предлагаете? Давайте вот скажите. То есть, потому что, да, можно там говорить, что у нас там, ну, как бы все плохо. А что предлагаете? Какое ваше предложение? Я предлагаю вам посмотреть найти, что не то. Я не говорю, что плохо. Я не говорю, что плохо. Это нормально. Вообще, хорошо, что вы вообще затронули эту тему, потому что это безобразие не может продолжаться вот в том объеме, в котором произошел накопительный эффект. Тебя, куда не брось камень, если не дизайнер, то какой-нибудь коуч. В этом проблема. Я, кстати, коуч, а что вы имеете против? Это тоже профессия. Я занимаюсь коучингом. Ну, то есть, окей, нормально. Это что вы против? Вон Анна Симонова, у него тоже дизайн. Кто сказал, что против? Не, ну, то есть, условно, давайте не будем, как бы, осуждать другие профессии. Не будем, будем еще как будем, потому что есть коучинг. Есть дизайнеры, а есть не до дизайнеры, которые меняют тебя дизайнерами. Любого можно протестировать и коуча, и дизайнера. Для этого есть цендарь. Мгновенно пару вопросов. Как вывести на тему дизайнера? Дизайнер он ли вообще? Проверка пространства новогоображения. Есть у человека или нет? Это как у человека наступил медведь на ухо. Есть у вас слух или нет? Сейчас тиктокеры, там всем менять, всем поэтами, писателями, этими, певцами, вот не данный скандал был. Валерий, у вас есть предложения? Вопрос какой-то, давайте, Валерий, к вопросу перейдем, и чтобы Стас на него... Давайте, я утрирован, я как художник могу позволить себе, как наш президент говорит, мне что, землю из горшка жрать, что ли? Здесь из этой истории что надо доказать? Можем поговорить о пропорциях, о золотом стихии, где побоев, очень не знаю. Женеру досконально не знаю. Тему надо знать досконально, чтобы ее отстаивать. Я дизайнер, одного названия недостаточно вообще ни разу. Поэтому я скорее за стандарты, хотя бы базовые, фундаментальные, как чего протестировать, как определить, как определить, как поставить на место, если хотите, вот это все, вот это недоразумение, боюсь вообще перейти в общение лайт-шнура. Я владею в совершенстве этим языком, но сегодня попытаюсь удержаться. Мне нравится история, происходящая на сегодняшний день. Я готов принимать активное участие, особенно по направлению своей темы, потому что со светом и тем самым пресловутым светодизайном у нас большая проблема и беда. У меня доказательная база тоже по этому есть. Рецензию мы с Натальей, моим партнером, писали на книгу «Свет», которая вышла в свет от декоратора Маратки. Я против ничего не имею, я из 90-х его знаю. Он прекрасный декоратор, как сделать там чего-то, из булки, троллейбус. Все это мы проходили. Валерий, а вы по стандарту можете написать тоже рецензию касательно светодизайна, например? Там же есть раздел, что дизайнер... Легко, но мне на это понадобится время. Мне должно быть понимание, что я художник-альтруист, но я за еду не работаю. У нас на самом деле для нашей конференции осталось буквально несколько минут до конца. Пожалуйста. Спасибо, Валерий, спасибо за ваши комментарии. Если можете, прокомментируйте тогда. Вопрос. Как учтена визуализация интерьера художественными средствами? Рисунок, скетч в стандарте, как один из вариантов подачи? Есть ли там? Да, 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 конечно. Вот тоже я удивлялся, многие люди задавали вопрос, а что это теперь, если я визуализацию не делаю, то есть я что, обязан ее делать? Нет, вы можете показать любым способом, там есть графические способы выражения подачи идеи клиенту. Это может быть визуализация, это может быть макет, это может быть калаш, это может быть карандашный рисунок, это может быть хоть из пластилина лепи, хоть виртуальную реальность, какая разница? То есть способ выражения может быть любой, который тебе близок. Главное, чтобы у тебя функция была, что клиент понял, что ты ему предлагаешь. То есть приходит все, ответ подходит все. И это написано уже. Хорошо. Так, 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 так. Нам пишут следующий момент. Так, сейчас, секундочку. Господи, там несколько пролетело вопросов. А, такая заметка. Возвращаясь к списку топовых дизайнеров, что озвучила Анна, у Баревича есть видео, где он разбирает планировку дома Балашовой Дианы и указывает на ошибки. Она с ними согласилась. Я к тому, что если даже топовые дизайнеры, то это не означает, что у них нет ошибок, только с ними можно обсуждать разработку стандартов. Ну, видимо, конечно, каждый имеет право на ошибку, не ошибается тот, кто ничего не делает, наверное. Поэтому, ну и определение, наверное, топовых, да, это такое очень субъективное, да, для всех есть свои топы и свои лидеры мнений, поэтому говорить о том, кого приглашали, кого не приглашали, наверное, да, действительно, из нескольких десятков тысяч дизайнеров выбрать именно тех нужных топов, которые только они смогут рассказать, там, о стандартах, ну, наверное, очень сложно. Поэтому тут, наверное, надо просто брать и делать. Так, 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 так. О, Станислав, в чате пишут, все, что сейчас делает Станислав, я считаю, касается будущего. Ну вот, уже отлично. Спасибо. Так, все, что... И не только моего, а нашего общего, поэтому подключайтесь все. Ну да, 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 да. Например, топовых врачей много, хороших по стране еще больше, все условно. Да, действительно, все условно. А, Стас, еще знаешь, какой вопрос? Может быть, мы сделаем отдельную конференцию по визуализаторам, там тоже же есть большой пласт такой в стандарте. И у нас есть чат, там, 1900 человек. Давайте. Это визуализаторы, которые, ну, действительно, профессионально занимаются. Они в чате, правда, такие хулиганы. Вот, мы его не модерируем, они сами модерируют чат, порой там ругаются даже. Ну, это нормально. Музырно выражаются. Это жизнь. Но они, я думаю, готовы будут обсудить это все в рамках приличия. Давайте. И все стандарты, которые тоже... Я им давно, кстати, обещал провести конференцию. Давай. Не касаемо стандартов, а вообще просто конференцию визуализаторов. А тут мы можем привязать ее еще и к стандартам. Отличная история. Пару комментариев по поводу всех профессий других. Да, он говорит, обучение. Обучение – это профессионально хорошая деятельность. Деятельность декоратора классная, хорошая. Деятельность визуализатора – это тоже как бы составляющая. Профессиональный стандарт мы не только на дизайнера делаем, но и на тех, кто причастен к этой теме. И я, вот, не знаю, воспринимаете меня как хотите, у меня принцип такой. То есть, мое видение, что любая профессия, если она приносит пользу, она достойна. И учителей, и коучей, вот кто говорит. Да, я прошу прощения, убегаю. Спасибо. Интересная встреча, интересная тема. Можно будет резюмировать немножко, прислать материалы. Я готов по своей теме поучаствовать. Тут пишут про деньги, бесплатно, не бесплатно. Я зайди, порву кого хочешь. Я понимаю, что это будет проплачено несколько позже в будущем. Другой вопрос. В соавторы возьмете, я буду принимать участие. В соавторы мы не можем брать, потому что они уже зафиксированы. Там нельзя добавлять. И Минтруда сказали конкретно об этом, что нельзя брать. В соавторы берутся только те конкретно, кто изначально участвовали в разработке и в работе. Поэтому даже если бы мы очень хотели, мы не можем просто законодательно туда добавить. Нам запретят это. Я на этот вопрос задавал. Можно ли, Юрий Гриевич? Это материал, и мне очень важно то, что происходит по теме именно световых решений, особенно в жилом интерьере. Хорошо. Где дизайнеры не могут работать с физиологическим восприятием, втуляют какие-то нормы, вот эти стандарты, они в световых решениях вообще в современном мире неуместны. А как определить от обратного, просчитать тот самый комфортный уровень освещенности, у нас есть методика. Будет полезно. Люди в ждике воспринимают, я не понимаю. Всем буду рад ответить на вопросы. Стас, всех благ вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Валерий. Стас, скажи еще раз, пожалуйста, где найти стандарт, где его посмотреть? Давай я тебе пришлю ссылку конкретно. Сейчас он размещен на моем сайте в разделе стандарт профессии. Можно зайти на мой сайт design.ru, либо Станислав Орехов в гугле, наветели в Яндексе. И там набить на моем сайте стандарт профессии. Будет ссылка. И я пришлю Андрею, я пришлю, ну, короче, можно найти. Просто в интернете набейте, а вы попадете на мой сайт. И там есть два документа. Мы можем выложить эту ссылку в чате, где там 10 тысяч человек, да? Да, конечно, конечно. Выкладывать, да, она специально для того, чтобы распространять. Закончу с мыслить с визуализаторами и всеми остальными. То есть все профессии, они должны быть объединены. И мы работаем как раз таки над тем, чтобы, ну, как бы никто не был обижен. И если у кого-то есть какие-то конкретные комментарии, где-то мы там ошиблись. Допустим, со стилистами, с декораторами, я обращался в школу детали. Потому что мне, и там, кстати, мы работали. И кто такие именно стилисты, декораторы? Чем они от дизайнеров отличаются? Где грань? Где я дизайнер интерьера, а где я стилист? И мы нашли ее, мне кажется, в стандарте и нормально зафиксировали. Опять же, с консультацией тоже со школы детали. Вот, поэтому давайте принимать участие. Если вы где-то что-то там видите, уточняйте. Мы с удовольствием как бы все это дело сделаем для нас, для всей нашей индустрии. Отлично. Коллеги, еще вопросы к Стасу есть? Давайте Блиц какой-нибудь, если есть, я могу ответить. Ну, то есть не подолгу, не по полчаса, а там что-нибудь. А, Стас, как твое моральное состояние? Тебя вот как-то душевно чуть-чуть, маленько раскачали ребята вот со своей критикой? Нет, я воодушевлен, супер, я понимаю, насколько круто, что люди активничают. То есть это самое сложное, на самом деле, завести людей. Если люди заведены, я-то сейчас нормально отвечаю, то есть никто сейчас и слушается. Да, да, да. Хорошо, Блиц дальше. Скажи, а вот те из организаций, союзов, например, сейчас профсоюзов, да, ассоциаций, к которым ты раньше обращался, но они не ответили, сейчас кто-то на тебя вышел с предложениями поучаствовать в стандартах? Мы сейчас пытаемся сделать 2 сентября, ну, то есть, возможно, личное очное участие, пока тяжело. Все, кто критиковал, все, кто петицию писал, никто не хочет встречаться. Хотя они говорят, что я уклоняюсь. Я уклоняюсь? Я не уклоняюсь, я лично каждому писал. Давайте встретимся, давайте встретимся, когда вам будет удобно. Сейчас я говорю не про тех, кто критиковал, я сейчас говорю про тех, к которым ты обращался когда-то тогда еще, для помощи в разработке. Они мне не писали, но Света сейчас всех собирает, в том числе АДИ, вот, организация есть, они как бы адекватно написали комментарии, и, в принципе, они готовы на диалог. Ну, как бы, пока они... Ну, мы... Я же не организатор, организует Светлана Котылкова. Вот она, радиолог... Слушай, а я могу тебе, знаешь, что сказать? Мы проводили вторую сибирскую биеннале дизайна современного искусства, вот, в июле месяце, в конце 23-25-го. Я приглашал Анну Муравину к нам, она выступала два дня, мы с ней общались плотно, и как раз разговаривали и про стандарты профессии, в том числе, про то, что мы участвовали, что сейчас эта тема очень хорошо развивается, и, ты знаешь, ну, от Анны, я услышал, ну, такие хорошие слова поддержки, вообще, мы говорили про Союз, в том числе про... приглашали Анну стать экспертом Союза, она согласилась, и я понимаю, что Адзи действительно идет тоже таким прогрессивным путем, нормальные ребята абсолютно не замкнутые, наоборот, развиваются, хоть и самые, наверное, такие маститые, да, вот... Ну, это позиционирование, это нормально, премиум позиционирование, то есть, окей, имеют право, это суперклассно, то есть, мне нравится. Да, и они видят в этом тоже будущее, поэтому я думаю, что однозначно, там, ну, ты получишь свою поддержку и от них, в том числе. И нам еще написали с питерского отделения нашего Союза, что компания, по-моему, Питера, что ли, собирает тоже некую такую, как бы, конференцию с тобой, хотят пригласить питерское отделение Союза, и, соответственно, тебя, не знаю, есть ли у тебя уже заявка. Пока нет, я не видел пока. Вот, хотят телемост, прямую трансляцию. Ну, давайте, я не против, да. Пригласите где-то юриста Гергель. Давайте, она только не пойдет. Гергель, привет, Наталья, я тебя приглашаю, приходи, пожалуйста, я тебя очень жду. Но, да, я бы тоже очень хотел, чтобы все, кто задают вопросы, задавали их лицом. Да, задавайте персонально, да. Да, 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 все вопросы нужно решать нормально, не за глаза, не где-то там за спиной. Понятно, петиция вещь хорошая. Отличная, самое лучшее, что было. Поэтому тоже, Наталья, люблю тебя только за это. С тобой соглашусь по поводу бесплатной рекламы, да, на которой можно, наверное, было сэкономить пару миллионов. Вот, очень круто все вышло, очень хорошо. И я надеюсь, что стандарты действительно ведут, и профессия начнет развиваться другими темпами. Потому что, когда ты чувствуешь юридическую основу своей деятельности, когда ты защищен, когда ты понимаешь, что у тебя есть база, на которую ты опираешься, есть аквет, есть профессиональное сообщество, да, в котором ты в одних стандартах каких-то работаешь. И есть система профессионального роста, в которой, я думаю, ты тоже примешь свое участие в разработке. То, что мы сейчас в рамках союза тоже делаем. Конечно, ну, это все кайфово, это все круто. И очень здорово тебе, спасибо огромное за то, что ты инициировал в свое время разработку этих стандартов. От всех нас, я выражаю мнение тех наших союзовцев, с кем я общаюсь, мнение ассоциаций дизайнеров и архитекторов. То есть мы здесь давно уже в этой теме и понимаем важность. И я могу сказать, что ни от одного дизайнера нашей ассоциации, союза, я не слышал каких-то слов негатива по поводу стандартов. Потому что все давно поняли, что работа должна быть системной, работа должна быть в правовом поле. Мы должны организовывать нормальное профессиональное сообщество. Все, без каких-то четких определений это сделать невозможно. Как говорил Кот Леопольд, давайте жить дружно. Меня очень, конечно, поразила именно вот такая склочность некоторых людей. Зачем? Мы же дизайнеры, мы должны как бы наоборот нести что-то нормальное. И даже если кто-то не согласен с вашим мнением, это нормально. Ну то есть зачем срываться? Ну то есть да, есть такое мнение, есть другое мнение. Давайте обсуждать, а не срываться на людях. Вот это вот я не очень понимаю. Антон спрашивает, запись этой конференции будет в доступе? Ну мы записываем, я правда не знаю, как у нас будет с качеством. Но Стас наверняка записывает и скоро ее выложит. Я выложу прямо сейчас на свой YouTube канал. Вот эту запись она у меня пишет в систему. Прямо сейчас выложу. Отлично. И по 2 сентября, Антон спрашивает тоже, Стас, нужны детали по 2 сентября. По организации всех мероприятий, первое, хочу сказать, приглашайте по стандарту профессию. Я везде участвую. Кто будет организовывать события, мероприятия, давайте обсуждать. Все вопросы меня волнуют, поэтому давайте, я готов. Сейчас, сейчас, дай я расскажу, погоди. 2 сентября организует Светлана Котлукова. Это ее площадка, ее как бы место. Поэтому вопросы к ней. Она предварительно сказала. Вот, если она не организует или что-то случится, я буду проводить эфиры вот такие. 5 дней подряд. Для того, чтобы всех выслушать. Ну то есть я специально истрачиваю на это время, чтобы никто не сказал, что я не был. Все будут. Я пока не забыл, у меня мысль, она всю конференцию была. Смотри, 14-го числа, 14-го сентября мы принимаем участие в выставке «Хайм Текстиль» в экспоцентре в Москве. И у нас 14-го сентября будет время с 17 до 18 в деловой программе выставки. И мы сейчас определяемся с темой вот этого круглого стола, некого круглого стола. А может быть мы там и сделаем вот эту тему обсуждения стандартов профессии и пригласим тебя сейчас сразу на вот этот круглый стол. И там несколько человек и зал в таком формате, мы их обсудим. Да, ну мне нужен модератор, потому что если мне задают какие-то вопросы странные… Я буду модератор. Да, чтобы ты как бы говорил, кто говорит, а кто нет, потому что иначе мы можем в спор перерасти, и это будет не очень здорово. Стас, разберемся, да. То есть давай так, я сегодня заявлю в выставку, в «Хайм» туда позвоню и скажу, что тема будет обсуждения стандартов профессии. Станислав Орехов, еще две фамилии скажу, я модератор. И 14 числа, смотри только график, с 17 до 18 по Москве в экспоцентре во время выставки мы там проведем этот круглый стол. Отлично? Окей. Все, еще вопросы есть или все быстренько? Коллеги, ну, видимо, вопросов больше нет. Я ждал больше жести, надо подтянуть. А где же это самое, мошенники, а кто это, кто такой Орехов, почему он суется? Нету? Никто не хочет задать? Ну ладно, я шучу. Аудитория тебя знает. Ладно, шучу, шучу. Тут здесь сторона действительно. Спасибо, ребят, тогда до встречи. Да, да, коллеги, всем спасибо еще раз. Давайте нашу конференцию Zoom с Астасом будем считать закрытой. И все, мы в следующий раз уже встретимся, наверное, в Москве, в очном формате, кто сможет. Ну, а по Союзу, ребят, там лидеры Союза, союзовцы, давайте мы с вами конференцию нашу небольшую по нашим деловым вопросам перенесем, либо, ну, наверное, на начало недели. Хорошо? Спасибо организатору, Андрей. Спасибо тебе тоже персонально. Будешь в Москве, заезжай в гости. Пока. Да, спасибо, Стас. Спасибо. Все. Пока всем участникам. Спасибо вам тоже за участие. Пока. Пока. Пока.